Добрый день, дорогие друзья, и мы с вами продолжаем молиться по 14-15 стиху 8 главы Захарии. Ибо так говорит Господь Саваоф, как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогнебали меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, так опять я определил в эти дни соделать доброе. Иерусалиму и Дома Иудину, а мы говорим о России, о всех городах, не бойтесь. Я хочу утвердить сейчас это слово. Господь, я благодарю Тебя, потому что тогда, когда народ отступал, тогда, когда народ беззакония творил на этой земле в течение не одного десятилетия, Ты оказывал милость и терпел, несмотря на это, когда погибали многие люди, знающие Тебя, и Ты это тоже ожидал. Но мы сейчас утверждаем, что погибшие во время репрессии, во время Второй мировой войны, это те, которые стали семенем благородным. Я говорю о тех людях, которые знали Тебя, которые любили Тебя, которые служили Тебе, и мы Тебя просим, чтобы сейчас это семя выросло в огромный урожай. Но Ты также теперь еще нам пообещал, что я определил в эти дни соделать доброе. Поэтому, Господь, соделай доброе нашей стране, соделай доброе близлежащим странам, соделай доброе, не злое, а доброе, Господь, потому что это то, что может быть подвластно только Тебе. Мы уповаем на Тебя, на Твою мышцу крепкую, на превознесенного Бога, над всеми обстоятельствами, потому что так опять я определил в эти дни соделать доброе. Не бойтесь. И поэтому пусть страх уходит. А утвердится в нашей жизни позиция веры, позиция власти, позиция духа, позиция мудрости с правдой. И потому, Господи, всякая ложь, она обнаруживается, маски снимаются, и все позиции власти, которые надо обновить, они обновляются. Потому что это не человеческого уровня решения, а Твои. Мы благословляем, а Ты действуешь. Поэтому сверши по нашим молитвам Твои результаты. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До свидания. До встречи.